Я в 1987 году, приехав в отпуск с Афганистана, помню, как отец очень сильно возмущался и говорил, представляешь, сдали налог на яблони, на овец, на курей, на коров, но сделали налог и так далее, говорит, не буду платить, купим молока и так далее. И он свел овцы, которые у него были, мясо там давали и так далее, убрал коровы и так далее. А коровы он держал только для того, чтобы мать доела, и они там в месяц получали до 150 рублей, чтобы было понятно, что это такое. То есть средний заработок в колхозе колхозника 16-22 рубля, а это только за корову, что молоко дает, получался такой заработок. И когда ввели этот налог, все частники, в тот момент частники давали более 60% молока, резко все упало. Потому что у него были дочушки такие глупые и так далее. Всегда в любом деле надо думать, создавая условия и учитывая, что есть люди, которые будут работать. Я родился и вырос в деревне. Я с детства пахал. И вот я не с кровью, мне это не нравилось. Я знал на себя, что это не мое. Пахота, которая была моя во время службы, она запредельна с точки зрения физических, моральных нагрузок и так далее. Каких-то психологических. Но они мне больше нравились. Вот такой сложился стереотип моего характера, воспитанный вот этими книгами, фильмами и так далее. Разными вещами. Это все для каждого, для своего человека. И сегодня в моей Смоленской области я знаю массу людей, которые хотят, не имея там большого заработка, работать на поле, в деревне. Им это нравится. Сегодня надо находить вот этих людей, которые хотят, и давать условия. Такие, как я, не пойдут пахать. Они не будут. Им почему-то неинтересно. Может быть, когда другого выхода не было, я пахал бы и так далее. Но я не был в такой жизненной ситуации. И я понимаю, что это не мое. А вот этим людям надо создавать условия. Но у нас же одно дали, а кредиты не дали. Дали кредиты, это запредельно. Взял кредиты, взял лизинг-технику, топливо не так, как нужно и так далее. У нас всегда сталкиваются с какими-то трудностями. Там еще и начальники коррумпированы. Ведь мы стабилизируем вот свою ситуацию в вопросе взаимоотношений только сегодня. Параллельно воспитывая людей, создавая условия, понимая и так далее. Иметь столько земли и не давать ее пользоваться людям, наверное, неправильно. Я знаю, что у нас во фракциях, в других фракциях, есть огромное количество людей, которые знают, как это делать. И я думаю, надо слушать специалистов. Делать так, как говорят специалисты. Постепенно пробуя. Понимаешь, что-то пойдет, что-то не пойдет. По-любому надо с тем, что мы овладеем, распоряжаться по-хозяйски. Если есть возможность, чтобы земля работала, это надо делать. Вот недавно мой губернатор Смоленской области встречался с Медведем. Он говорил, дайте, возможно, у нас есть люди, они хотят. Дайте технику, дайте кредиты. Мы в Смоленской области, те уже земли, которые заросли, и деревья уже в пять метров, мы выкачиваем и распашем. За это время заросли поля, там стали леса. А только от того, что созданные препоны или какие-то невыгодные условия не дали возможность развиваться. Но с другой стороны, эти земли за это время, которые были, с которыми нужно поехать, они отдохнули. С ними уже можно работать, использовать современные технологии. Мы сегодня в России в силу неких обстоятельств геномодифицированные продукты можем ликвидировать, можем иметь абсолютно экологически чистую продукцию, давать возможность развиваться нации и нормально работать. У нас под это сегодня есть все условия. Есть и деньги, есть земля, есть желание. Надо только стимулировать людей и помогать им, и все будет окей. В принципе, сегодня по многим возициям это так и происходит. Пока что слабо, как-то не очень устойчиво, но происходит. К сожалению, это не моя техника. Когда однажды меня спросили, там вот машины где-то там ходят, я говорю, знаете, что сегодня из тех машин и техники, которые есть в Министерстве обороны, там все эксплуатируется правильно. И каждый баран несет свои рога. А по поводу Дальнего Востока, Сибири, что там делать для того, чтобы народ туда... Ну вот действительно, это же пустующие, по сути, территории. Создавать стимулы. Вот я вам скажу больше, сегодня у нас будет такой стимул. События, которые разворачиваются на Украине рано или поздно, что огромная масса людей, наших, славян, говорящих на нашем языке, бросится сюда. Мы должны будем найти деньги, дать эти деньги людям, дать возможность поставить задачу, создать инфраструктуру и дать возможность, чтобы это развивалось. И уже многие вещи так и делаются. И поверьте, у многих получается. Придут люди, которые понимают, что они с нуля, и что с нуля надо вот это создавать. Создавать условия, как это было и раньше, для наших людей. И отправлять туда. Думать о том, что огромное количество тунеядцев... Посмотрите, в Москве столько людей живет, работающих нет. Молодые люди, бабушки, дедушки, квартиры сдают. Деда там походят, ничего не делают. Сидят, туманно думают, я жду. Сегодня на моем уровне огромное количество людей, друзей и так далее. Когда девушка вышла замуж, парень не работает по 3-4 года. Он ждет. Он не признан. Он не уст... Ну, это меня не устраивает. Я просто так работать не буду. И так далее. А люди с Таджикистана приезжают. Кроме плохих, о которых мы часто говорим, встречаясь, основная масса приезжает нормальных, хороших людей, которые там не могут работать. Здесь работают за копейки. Но это тоже мировая практика. Здесь нам тоже придется защищаться, нравится кому-то, нет. Создавать препоны, создавать условия, поднимать соответствующую плату за те или иные, так сказать, рабочие места. Понимая, чтобы у людей был достойный заработок. Продолжение следует...